Всем здравствуйте! На телеканале КХЛТВ программа «Великолепная восьмерка» и мы продолжаем подводить итоги ушедшего 10 сезона континентальной хоккейной лиги. Сегодня в студии для вас работает Наталья Кларк и наша тема «Интересные факты». Гостями у меня сегодня очень важные и интересные люди, поэтому говорить нам будет о чем. Это заслуженный тренер России Владимир Анатольевич Плющев и комментатор нашего телеканала Артем Батрак. Здравствуйте! 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 И, конечно же, хочу начать с команды СКА, потому что с самого начала этого сезона команда заявила о том, что будет снова бороться за Кубок Гагарина и подтвердила это тем, что сделала очередной рекорд в виде 20 матчей, когда они не оступались и постоянно набирали очки. Да, но еще надо сказать о том, что мало того, что вот этот рекорд, так еще и матч на Кубок Открытия в соперниках ЦСКА. То есть сразу вот, да, у нас чемпионат начинался вот таким замечательным матчем и матч просто удался, во-первых. Ну, естественно, полный трибуна, во-вторых, наши звезды, но было за чем посмотреть. Владимир Анатольевич, у вас были какие ощущения по началу сезона? Действительно, СКА своей игрой зарекомендовал себя именно на начале отрезка, то, что будет, ну, 100% играть в финале Кубка Гагарина? Ну, то, что они будут играть в плей-оффе, это было совершенно однозначно. Да, это совершенно было однозначно. Вопрос другой, что будет ли это полуфинал или финал. Я, в принципе, уже давно, как бы, говорил, что, ну, надо разводить команды, в плей-оффе должна быть перекрестная игра. Почему? Потому что я прекрасно помню полуфинал два года тому назад, матч ЦСКА, СКА, семиматчевая, да, серия. Но это была шикарная серия, и ясно, что были соперники достойные друг друга. Может быть, это было связано с тем, что команда до встречи с хоккейным клубом Сочи не набирала меньше трех очков? Может быть, это было связано с тем, что все-таки была призма на Олимпиаду, и из нарку тогда тренеру сборной России нужно было готовить, естественно, чтобы ребята постоянно чувствовали этот дух победителя в себе, он в них жил, и они поехали в Южную Корею в таком ранге? Ну, я думаю, что здесь немножко не так. Все-таки тренер готовит команду по определенному графику, и все, что творилось в гладком календаре КХЛ, это никак не сбрасывалось со счетов. Олимпиада, да, она висела, к ней все готовились, все знали, что она впереди, но подготовка шла через эти игры, которые были в КХЛ. Они были непростые, поэтому, в общем-то, в принципе... Мы сейчас видим как раз фрагменты матча с хоккейным клубом Сочи, где СКА впервые в сезоне потеряла очки. Я даже помню этот момент, мы очень долго спорили с коллегами, когда же, на ком же, наконец, СКА оступится. Но не создавало ли или это не убивало ли интригу, в принципе, уже по началу чемпионата, но сколько может команда? Потому что до этого некий такой рекорд принадлежал Омскому авангарду. У них серия была 18 матчей, здесь было 20 матчей. Да, 20 побед подряд без потери очков. В основное время этот матч 21-й. Ну и здесь, да, очень хороший хоккей показали. И, на самом деле, мы еще потом убедились в некоторых матчах между Сочи и СКА. А вот как раз шайба в овертайме, да, когда вот СКА первый раз проигрывает. Но, в принципе, набирает одну очко. А что касается, да, вот этой подготовки, учитывая Олимпиаду, ну, мне кажется, что это даже где-то сложнее, да, готовить и клуб, и команду. И всегда держать в голове то, что вот еще все равно отсюда из команды СКА поедет еще много игроков на Олимпийские игры. Так что, мне кажется, это только усложняло задачу. Что скажешь, Владимир Анатольевич, по поводу отсутствия или не отсутствия? Вот по началу сезона мы как-то много говорили о том, что практически нет конкурентов у СКА за счет и в том числе такой серии. Потом она, кстати, продлилась. То есть они ведь до 29 матчей не теряли очки в принципе. В каждом матче зарабатывали очки и проиграли впервые в команде какой? Любимой к московскому Спартаку. Причем, вот тут тоже один интересный факт, ведь в основное время СКА в регулярном сезоне проигрывал, как раз, получается, в прошлом сезоне уже. И это тоже был московский Спартак в самой концовке регулярки, то есть серия с набранными очками, просто огромнейшая. А в этой игре, да, что забавно, ведь кто нанес поражение СКА, кто забивал шайбу? Тут забивал Холачев с передачи Дергачева. Сам же Дергачев был хорош в этой игре. Как мы помним, да, это те хоккеисты, которые перед началом сезона или уже по ходу сезона как раз, ну, вот так перешли из СКА в московский Спартак. То есть, ну, вот так вот, так бывает, и наверняка, да, там, для Холачева Дергачева это была, ну, какая-то такая специальная, да, встреча, где у них была серьезная мотивация доказать вот предыдущей своей команде, что они заслуживают, что они заслуживают играть в СКА. Владимир Анатольевич, а ваше мнение, почему проиграли не фавориту, скажем так? Или в какой-то момент у любой команды возникает все-таки такая яма, в которую попадает? Были вообще такая яма? Ну, я могу сказать, что, во-первых, все игры выиграть невозможно, это совершенно однозначно. На какого соперника попадает именно тот момент, когда команда немножечко, будем так говорить, расхолажена, да, ну, это сложно предвидеть. Там идет в различные стечения обстоятельств, какой соперник против тебя, на каком месте ты находишься, последующие твои соперники. Возможно, просто-напросто, ну, наверное, СКА где-то, может быть, недооценила, вышла, ну, будем так, как у нас любят говорить, там, на одном коньке, да, покататься. С другой стороны, у Спартака была тогда сложная ситуация, и им уже отступать было некуда, а болельщик шел, стадион был практически полный, то есть я сам присутствовал на этом матче, да, и видел болельщики, как болели. Ну, наверное, в общем-то, Спартак сделал все, что мог сделать для победы, а СКА так и не сумела переломить в процессе игры вот этот вот рычажок, когда надо было сказать, что, ребята, все, надо играть. Ну, и плюс, мне кажется, вот уже переламывать, да, где-то команда, не то чтобы разучилась, но просто вот было тяжело, учитывая, вот какая серия победной была до этого. Ну, я про это и сказал, что психология, она в первую очередь в этих играх проявляется, почему? Потому что, когда команда очень легко идет, ну, не то чтобы легко, а когда команда из игры в игре начинает привыкать к победам, именно привыкать, а у нее не создается иммунитета к борьбе, вот, и наступает такой момент, когда тебе щелкнет... Затмение такое возникает. Тебя щелкает соперник, и вот не просто уж так, и Сочи, и Спартак, они вроде как бы не были фавориты, да. Я думаю, что если бы в этот период времени СКА бы играл с ЦСКА, я думаю, игра бы немножко была другая, потому что совсем это по психологии два соперника, которые, ну, ясно себе, в любой момент они не будут уступать. И вот мы стали часто говорить о Спартаке. Интересный факт тоже у этой команды в этом сезоне случился какой? Они ведь выиграли все свои московские дерби против команды «Динамо». Чем вам Спартак в этом сезоне запомнился, помимо того, что действительно они очень хорошо, удачно сыграли в этом дерби против «Динамо»? Ну, Спартак в этом году вообще показал достаточно хороший хоккей. Ребята были, в общем-то, укомплектованы достаточно ровно. Особенно ярких игроков не было, но были лидеры, которые брали на себя больше, чем брали другие. И, в общем-то, баланс вот этих вот моментов, он сыграл свою роль. И хорошая вратарская линия была. Я могу сказать, что вратари отработали очень здорово за Спартак, потому что выручали неоднократно. Ну, Беспалов выиграл конкуренцию плюс ко всему, да, и стал вот так. Вот, наверное, первый сезон, когда он стал по-настоящему основным, он в хит-парады попадал. Ну, в общем, да, конечно, это линия. Я бы еще вот добавил, у Спартака, наконец-то, появилось две тройки нападения. Одна «Легионеры», да, а вторая, где играл как раз Хлачев с Дергачевым, и там к ним добавлялись хоккеисты, там были кто там, когда Вячеслав Лещенко. И вот эти лидеры, да, они как раз приносили результаты в том матче в сериях против «Динамо». И мы ведь, да, понимаем, что вот четыре победы над конкурентом, они ведь весь сезон близко шли, но разве что, за исключением начала, где «Динамо» было высоко, то это, может быть, и повлияло в итоге на распределение сил в таблице. А ведь мы не будем забывать, что у них был заключительный матч между собой, когда в этом матче решалось, кто же из них будет жить дальше, играть в плов. С чем еще, на ваш взгляд, связан такой успех московского Спартака со столь долгое время? Япончинцев настолько наладил игру коллектива? Что-то еще, может быть, произошло? Или просто так звезды сошлись, что, в принципе, Спартаку в этом году повезло? Ну, повезло в хорошем смысле. В спорте всегда что-то везет, что-то не везет. Кому везет, чего везет, куда везет, зачем везет. Но я думаю, там сыграла команда, команда, в целом я имею в виду и команда игроков, и тренерский штаб, и руководство клуба. Они были, в общем-то, все озадачены единой целью попадания в плей-офф. И я думаю, что роль Живнова была не самая маленькая в этой ситуации. Хотя бы, если вспомнить те матчи, которые Спартак вначале проиграл достаточно длительные серии, он дал, да? После чего Живнов встал на лавочку. И как раз с его появлением на лавке пошел некий фар такой положительный. И такой перелом, потому что все-таки это авторитет, человек, прошедший школу не только советского хоккея, но и хаиловского, да? Ему есть что сказать, есть что подсказать ребятам. И в тот момент, наверное, когда, может быть, тренерский штаб где-то плыл, он брал на себя эту ответственность, когда мог бы и подсказать. Ну, не то чтобы бразды правления, а точно подсказать в какой-то ситуации. Поправлял, так сказать, курс движения вперед. Будем так говорить. Да, причем, насколько я знаю, да, это не просто вот Живнов сказал, я вот встану на лавку, а это коллективное решение было, и тренерского штаба в том числе. То есть они общались, и они вот решили, а давайте вот так. И получилось. Ну, хорошо, мы их с этим поздравляем, с этим маленьким успехом. Может быть, это действительно хороший шаг для будущих, больших успехов в карьере и в движении Спартака. Теперь о московском «Динамо». Московская «Динамо» как раз-таки неудачно сыграла все свои столичные дерби. С чем это связано? Вообще, в принципе, у Воробьева на посту главного тренера был такой сложный сезон. Даже предсезонка была сложная, когда ее фактически не было. Это повлияло на то, как «Динамо» сыграло в итоге? Ну, я думаю, что совершенно однозначно, потому что команда даже начала как бы подготовительный сезон в неполном составе. Они, по ходу, укомплектовывались. Ну, здесь много факторов. Да, и вот это, кстати, наверное, все-таки ключевой, да? Ведь мы помним, как «Динамо» стартовало. На втором, на третьем месте шла команда очень длительный отрезок времени. Ну, как длительный? Наверное, месяц-полтора. Да, а вот потом как раз, наверняка не было представлено. Ну, Владимир Анатольевич, вы тут лучше знаете, там, да, вот как-то готовились с Комкана. И вот на первые там месяц-полтора хватило, а дальше вот уже как-то. Ну, учитывая то, что вот мы сейчас видим фрагменты встречи с ЦСКА. Понятно, что состав ЦСКА и состав «Динамо», наверное, все-таки большая разница. И команда, которая явно претендовала на то, что там самые высокие задачи решать в сезоне, я имею в виду армейцев «Динамо», конечно, не справлялась с этой конкуренцией. У «Динамо» очень много молодых ребят было. Ребят, которые прошли школу своей второй команды, то есть фармклуба. Естественно, поначалу и так всегда бывает. Молодые бегут, у них задор большой, очень много желания, поэтому «Динамо»… Зато опытная стена на последнем беже. Ну, тоже ветеринку не себя. Это сложно сказать, да. Вот как раз, когда надо было уже не на эмоциях, а где-то играть спокойно, хладнокровно на мастерстве, потому что не с каждой командой надо играть одинаково. С одной можно играть форчекингом, с другой можно играть плавным откатом, с третьей можно играть среднюю зону и так далее. Там различные сочетания «Динамо». В общем-то, сложно перестроился в этот период времени, и он наступил очень спад такой большой. Но ведь тут еще, да, тоже спад, да, к примеру, просто возьмем большинство. Был Мэтт Робинсон, а вот теперь, вот даже вот здесь на картинке, да, он играет уже за другую команду. Ведь потеря, ну, просто ключевого защитника, который уйму очков набирал в предыдущие годы. В общем, да, у «Динамо» были проблемы, они с ними справлялись, как могли, и по ходу сезона. Немного не хватило «Динамо»цам. И ведь, да, вот мы, так, завершать разговор, «Динамо»цы проиграли «Спартаку» все московские матчи, и «Армейцам» тоже проиграли все дерби московские. Вот так вот не порадовали, да, где-то своих болельщиков. Хотя, опять же, матчи-то были упорные. Здесь «Буллиток» со «Спартаком» в «Буллиток» играли. И там, ну, разгромов, условно говоря, вот в этих семи матчах не было. То есть профессиональный такой тренерский взгляд, Владимир Анатольевич, вот детально, какие линии бы «Динамо» так вот усилить точечно, и было бы, может быть, немножко все по-другому? Ну, правильно сказано было, наверное, пару бьющих защитников, которые могут работать в большинстве, да, ну и желательно бы пару центральных нападающих. А я к чему? А просто вот опыта Владимира Анатольевича побольше вашего тезка? Ну, опыт в каком плане? Я имею в виду, что если опытные защитники и опытные пару центральных нападающих, с ними могут играть молодые нападающие. Все-таки центры, если посмотреть того же Павла Дацука, да, ну, возраст, опыт огромный, с ним играют, любого подставляй, начиная там с Гусева и всех остальных, они все играющие будут. Посмотрите в Казани Саша Свитова, да, опытнейший центральный нападающий, и вокруг него играют в различных... Я уже не говорю про Дацука, что-то... Ну, вот, кстати, об опыте Алексея Терещенко. Травмирован был, а вот, насколько я знаю, да, вот он центральный, и он даже где-то с треновским штабом общался, он там даже, я знаю, просил к себе там тройку, да, каких игроков, но вот травмы, травмы. Травмы, да, это была одна из проблем для московского «Динамо». Теперь давайте о хорошем и снова об интересном факте, который произошел в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, матч «Борис-Сибирь». Почему я особенно привлекаю к этому внимание? Потому что мы это обсуждали, реализация, процентная реализация большинства, стопроцентная, бывает редко в хоккее, но вот в этом событии, в этом поединке она случилась. Да, причем, чтобы вы понимаете, стопроцентная реализация большинства, это не вот там один-два раза, да, там большинство, а шесть раз. Причем тут не одна команда, да, а обе реализовывали свои моменты. Это, правда, такой матч неординарный, и вот во многом, значит, большинство, да, этот матч получился таким веселым, ведь команды сыграли со счетом 6-4. И вот, кстати, да, насчет опыта исполнителей, ведь, да, вот если возьмем «Борис», там, да, у нас есть на синей линии, есть доусы, мы помним, как легионерское звено «Бориса», да, там, играло в первой части чемпионата, но они просто, да, всем забивали. Тут Линден Вэй тот же, там, уйму очков набрал. В общем, опять же, мастерство и, конечно же, тот отдельный, да, тренировочный процесс, как вот, как разыгрывать. Владимир Анатольевич, а вы думаете, с чем связана такая шедевральная реализация личного игрока? Я могу сказать, связанная с тем, что в обороне играла и та, и другая команда очень плохо. Да, потому что, в общем-то, стопроцентная реализация большинства, причем у той и другой команды, но это не просто редкость, это вообще нонсенс, да, не бывает такого. Почему? Потому что, в принципе, реализация большинства – это очень сложный технический момент, технико-тактический, и исполнительское мастерство должно игроков быть на достаточно хорошем уровне. Я, например, был совершенно уверен, что именно этот фактор не позволил ЦСКА завоевать кубок Гагарина, потому что с самого начала сезона ЦСКА страдала как раз реализацией большинства. Да, было. Ну и, наверное, касательно вот этого матча, все-таки, наверное, удача, да? Ну, потому что в 6-6 это... Ну, я про это и говорил, но все-таки неправильно, и вот сейчас даже посмотреть. Ну, защитник неправильно располагается, пятится чуть ли не до своих ворот спиной. Ну, да, и не характерно, кстати, для большинства. Совершенно, да, то есть непонятно, почему и те, и другие так вальяжно играли. В Читверо, в принципе, как правило, всегда команды концентрируют внимание на оборону. И, ну, в общем-то, по правилам-то разрушать легче, чем создавать. Это совершенно однозначно. Ты разрушаешь, ты ничего не создаешь. Тебе главное не дать помешать. А здесь так как-то они мягненько играли, и те, и другие молодецкие. То есть мы можем предположить, что соперники, готовясь к матчу, большинство другой команды просто не разбирали и даже не думали о том, кто как там будет действовать. Ну, они рассчитывали, наверное, что сыграют на старых дрожжах. А может быть, просто хотели поиграть для зрителя в том плане, что... Ну, они поиграли, играли. Вот они поиграли, порадовали и тех, и других, да. Ну, вроде одних-то побольше, других-то поменьше. Ну, на этом тему регулярного чемпионата мы закругляем, переходим к плей-оффу. Дело в том, что в плей-офф на Западе в этом сезоне началось тоже такое важное, интересное событие. Три серии закончились со счетом 4-0, что, ну, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что команда-победитель имеет меньше времени, то есть больше времени для того, чтобы отдохнуть, да. А с другой стороны, для зрителя, конечно, это не очень. И вот первая пара «Локомотив» против «Торпеда» 4-0. Вот это удивительно. Вот просто удивительно. Да, против «Скудры». Почему так произошло? Ну, если вспоминать, да, как там матчи заканчивались, там, в овертаймах, ну, и разница в одну шайбу, это, знаете, на самом деле, ну, где там, вот, я не знаю, это вот нюанс удачи, исполнительское мастерство «Локомотив» было выше. Везет тем, кто везет. Вот, безусловно. Вот, поэтому я могу единственное, что сказать, конечно, 4-0 в таких сериях быть не должно, просто по определению. Это плей-офф, и хочешь ты не хочешь, но соперник хотя бы одну игру и у себя дома, он должен ее брать. Это четвертые, пятые команды в регулярке. Да, я хотела сказать, они ведь соседи. Нам уже показывают следующую пару, это «Ска» против «Северстали». «Северсталь», понятно, большие молодцы, они пробились в плей-офф, но, естественно, со своего места они могли рассчитывать на команду на тот момент действующего чемпиона, обладателя Кубка Гагарина. То, что они ничего не зацепят, хотя матчи были интересны. Вот, безусловно, интересны. И, кстати, на самом деле, вот если мы потом еще по продакции «Ска», да, так, коснемся, вот у «Северстали» как раз были шансы со «Ска» зацепиться, потому что у «Ска» очень много игроков только-только там приехали с Олимпийских игр, плюс тренерский штаб, плюс эмоции, которые выплеснули. И мы ведь видели по матчам, да, то, что «Северсталь» очень здорово цеплялась. Там были и крупные результаты, были и поменьше. Победить могли, могла команда из «Череповца». Ну, один раз уж, один-то раз уж должны были цеплять, точно. Иди, Антонеж. Нет? Опять не так сказал. Нет, ты сказал совершенно точно, что один матч они должны были цеплять. Но вопрос в том, что «Череповец», он как-то всегда ставит перед собой какие-то задачи такого минимального плана и готовится к ним. У них была задача выйти в плей-офф. У них задача была, когда, вы вспомните, тогда, когда разговор пошел, три команды могут брать, остаться в живых, да, вот тогда что-то «Череповец» вроде как вот зашевелился, поднял голу. Если бы этого не было, они бы так спокойно, плавно бы и закончили сезон. Все дело в том, что перед собой надо ставить большие задачи, независимо от того, в столице ты, в хоккейной команде, да, или не в столице. Если ты играешь, если ты выставляешь команду на первенство, если ты, естественно, у команды, ну, стабильное финансирование, что там говорить, достаточно хорошие условия, то есть там проблем нет, у многих команд других есть проблемы, там проблем нет ни с организацией, ни с всем. А вот это вот, ну, да, ну ладно, ну, там где-нибудь восьмые, девятые, и нас нормально, и в отпуск поехали. Поэтому, когда психология... Игры реже, деньги тяжелые. Психологию, да, ты не можешь переломить, а переломить-то это уже, когда ты начинаешь играть вот в таком ключе, ну, ты вот сыграл, да, на эмоциях, надо было остаться, потому что там болельщики начали уже возмущаться. А когда они вышли против СКА, они, ну, они не ставили перед собой задачи, они уже как бы были обречены, мы выполнили свой план. Но то, что надо было цеплять, конечно, даже Питер надо было цеплять, наверное, они обязаны были. Питер, будем сказать, на них потренировался, пошел дальше, еще одна пара, и вот здесь вот я больше, наверное, вопросов у меня к московскому Спартаку. Московский Спартак столько усилий приложил, чтобы выйти в плей-офф, но даже не то, что они проиграли эту серию, это понятно, они забросили всего одну шайбу. Как такое может быть? Я объясню. Ну, я, кстати, постараюсь. Объясни, пожалуйста. Спартак из всей восьмерки, если бы попал на кого угодно другого, даже на СКА, я думаю, что забросили бы, во-первых, больше, а во-вторых, я думаю, что хотя бы один-то матч бы зацепили. Просто Спартак попал на команду без слабых мест. Команду, которая даже, когда они в первом матче вели, там, 4, там, 5-0, они, посмотрите, как армейцы бились. Они просто в каждом моменте доигрывали до конца. И, ну, тут уже просто, да, вот откровенно скажем, да, разный уровень. Но вот если бы Спартак оказался на месте Северсталя, а Северсталь на месте Спартака, я думаю, что вот было бы примерно одно и то же. Северсталь, ой, Спартак так же бы весело сыграл ССКА, а у Северсталя было крайне мало шансов с армейцами. Вот, ну, просто потому что ССКА, команда, ну, вот, без слабых мест. Ну, если не брать большинство, о котором потом. Ну, слабые места есть у любой команды. Даже у победителя Кубка Гагарина тоже есть слабые места. Я отчасти соглашусь, но думаю, что... Я на многих матчах присутствовал спартаковцев, так, потому что так... Была ли у них проблема с реализацией вообще, в принципе, по... Я думаю, они себя выхолостили вот в матчах с Динамо. В борьбе за... Да, то есть они настолько шли на попадание в плей-офф, настолько это была серия нервная, тем более московское дерби. И они, в общем-то, это вырвали в последней игре. И после этого у них наступил, может быть, чисто психологический такой момент. Мы сделали все, что смогли, а сейчас как получится. Ну, вот как получилось, да, так и получилось. Хотя СССКА это принципиальный соперник, но Спартак должен был цеплять, конечно. Давайте как раз сейчас посмотрим ту единственную шайбу, которым удалось провести красно-белым в этой серии. И у меня есть даже инсайт. Все говорят, все пишут, забил Илья Талалуев. Я разговаривал с Ильей. Он отказывается, да? Нет, я серьезно говорю, он отказывается, он говорит, мне неудобно. Все говорят, я забросил. Он говорит то, что забросил Бен Максвелл. Вы представляете, вот до сих пор, да, везде, Талалуев стал Максвелл забил. Вот так. Хотя, согласен, красивее было, когда забил, ну, молодой, да, хоккеист. Человек, который вот в этом сезоне только дебютировал, в КХЛ дебютировал здорово. Ну вот, да, это единственная шайба. Ну, вот тоже порадовались тренеры. Вадим Сергеевич Панчинцев, его тренерский штаб, да. Ну, хоть раз, хоть раз забили. Вот так, да. Да, ну, а их соперник по этому раунду плей-офф прошел дальше, прошел много дальше. Но поэтапно будем смотреть на команду ЦСКА, потому что заслуживает она это внимание. Поэтому давайте сейчас о том, что случилось у них в серии против Йокерета. Они подарили нам практически бессонную ночь. Да. Они подарили очень длинный эфир для нашего телеканала. Там команды сыграли 142 минуты 9 секунд. Представьте себе, это просто рекорд континентальной хоккейной лиги. На 15 минут обошли Лев и Донбасс. Хотя, вот если посмотреть, в тот первый период вообще ничего не предвещало. Сразу же быстренько, да, Йокерет забивает в большинстве. И вот казалось, что дальше, ну, будет весело. Но получилось вот как получилось. И такие матчи, ну, я не знаю, это просто что-то с чем-то. К ним наверняка никак не подготовиться. У меня сейчас человеческий вопрос, Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич, нам такие матчи нужны до полвторого ночи. Ну, говорить о том, что нужны они или не нужны, здесь сложно сказать. Был регламент, он был определен. Чего здесь спорить? И говорить о том, что если бы в регламенте была, например, сноску, что после третьего овертайма будет переигровка на следующий день. Или будем ждать нового рекорда в размере 145 минут. Ну, конечно, смотрелось уже тяжеловато, да, тяжеловато. Даже я не говорю, как смотрелось, как игралось. Я не могу себе представить. Игроки боялись ошибиться, и те, и другие. Игроки устали, это ясно, физическая нагрузка страшная, моральная, психологическая нагрузка страшная. То есть, каждый из команд боялся ошибиться. А значит, больше уделяли внимание именно обороне, чем атаке. Ну, естественно, будем так говорить, извините, такую волынку смотреть очень тяжело. Я не знаю, как там болельщики, до какого часа они досидели. Нет, ну, приходилось, естественно, уходить, потому что многие пришли с детьми посмотреть хоккей вечерний. Пожалуйста, а потом уже, когда за полночь-то, безусловно. Ну, наверное, может быть, внесут какое-то изменение в регламент, что после определенно какого-то второго или третьего овертайма надо пригласить игру на следующий день и играть ее нормально в полной мере. Потому что, ну, естественно, здесь игра идет на выживание. Ну, я не думаю, что такой матч бывает чаще, чем раз там за два сезона. Ну, к примеру. Ну, дело не в этом. Всегда надо делать выводы. Опять допускай, хорошо, а если на следующий год будет такое, что надо будет еще ждать пока-то дня. А с другой стороны, болельщики, вот про болельщиков, да, мы говорим, а ведь они на таком событии поприсутствовали вживую, посмотрели рекордную встречу. Ну, вообще, надо с болельщиками было поговорить после игры. Тогда бы мы все поняли, что это. Когда люди сидят там до полдвенадцатого на трибуне. До полдвенадцатого. Ну, я верю. До полдвенадцатого, да. До полдвенадцатого. Ты правильно сказал, с детьми пришли многие. Там на следующий день работать надо там. Он приходит на работу, у него глаз не видно. Ты где был? На хоккей, плави-офф. Нет, ну, все это, конечно, интересно для интриги. Но все-таки, еще раз говорю, где-то как-то надо, может быть, пересмотреть моменты. Все-таки хоккей игра живая, игра динамичная. Это борьба, это страсти. А когда здесь уже люди на последнем взыскании, я думаю, что они уже даже не потели. У них воды-то не было. Они просто катались на полном таком обезвоживании. Я не знаю. Ну, водичка-то стояла. Это ладно. У финнов получилось. У финнов получилось, да, в более долгой дистанции быть лучшими. Но серию, конечно же, они ЦСКА проиграли. И сейчас мы приходим к следующему сопернику ЦСКА. И даже к одному из компонентов игры московских армейцев, именно в этом плей-офф, против команды ЦСКА. По поводу большинства ЦСКА поговорим. Почему оно так плохо сработало у московских армейцев, именно в серии против ЦСКА? А оно не плохо сработало, а его просто не было. То есть в данном случае, если мы сейчас вспоминаем, да, игру, которую мы обсуждали от 22 ноября, Борис Сибирь, там команды не готовились к большинству друг друга, то здесь ЦСКА очень хорошо подготовился к большинству ЦСКА. Или просто не срабатывало большинство московских армейцев? Я думаю, что здесь тренерский штаб немножко ошибся. ЦСКА? Да. Они пригласили очень много молодых, хороших, талантливых ребят, причем таких ребят мастеровитых, и на перспективу в сборную команду. И они посчитали, что за счет внутренней конкуренции команда должна сама кристаллизировать тот состав, который будет играть на большинство. Ну, я думаю, что вот в этом была основная ошибка. Почему? Потому что тренеры должны были сразу определить те сочетания, которые должны будут играть большинство. И от матча к матчу они должны были все это делать на игру. Но, естественно, еще и тренировки должны быть. А получилось очень просто. Вы же помните, что была ротация состава такова, что даже игроки сборной сидели в Баланске, отдыхали, смотрели игры. И главный тренер заявлял о том, что у нас будут играть все, и пускай каждый доказывает свое право на игру. Ну, если ты приглашаешь игрока в состав для того, чтобы он доказывал, то, наверное, это неправильно. Надо приглашать на определенное место и знать, как его использовать. Тогда он тебе будет полностью отдавать то, что он умеет делать. А когда они все время должны друг другу доказывать, и отвоевывать право, чтобы выйти завтра и играть. Но это у кого-то с нервами хуже, у кого-то лучше. Но я считаю, что это неправильно. Наверное, это основная ошибка была. И так получается, что ЦСКА в серии против СКА не реализовала ни одного большинства, ни одного лишнего игрока. И такое умудрялись, по-другому не скажу, сделать только Амичи в сезоне 11-12 против Трактора, когда они играли. Ну, здесь, наверное, там были, наверное, другие причины. В любом случае, не получилось. Но, несмотря на это, несмотря на то, что, казалось бы, большинство, один из компонентов, который помогает выигрывать, и не только матч, а, может быть, даже всю серию, ЦСКА оказался сильнее СКА. Почему? Ох, ну... Он знает все. Я знаю, все, наверное. Вы потом опровергнете. Он сейчас скажет, я сейчас объясню. Важны вот такие моменты, как вот здесь. Ведь мы помним, шестая игра, Датсук не забивает. Ну, не попал, Датсук, да, не забил. Слушайте, ну вот такие спасения, ну это же, это же необъяснимо. Ну вот как это объяснить? Может быть, удача какая-то. Но вот тоже забивает Датсук тогда, ЦСКА 3-2, а, скорее всего, все, все, и дальше поровну в серии. Ну, там каждый матч можно рассматривать, что там не забили, эти забили. Владимир Анатольевич, ваше мнение? Ну, я думаю, что ЦСКА была на эту серию заряжена лучше. А я думаю, что... А многие ведь говорили про качество исполнителей в команде из Санкт-Петербурга. У ЦСКА достаточно ровный состав. Почему? Я про это и говорю. Это было и хорошо, это было и, может быть, слабое место. Почему? Потому что у ЦСКА были очень хорошие звенья, молодые, задиристые ребята, амбициозные, ну, которые умеют играть в хоккей. И голодные, наверное. И голодные, мало того, два кубка подряд они проиграли СКА, все время это откладывалось. И вот на этот сезон они вышли, они были с полной, в общем-то, зарядком на то, что они должны реабилитировать себя за те матчи, которые они провели предыдущие. Все-таки главная мишень в десяточке, в десяточке у них все-таки СКА был. Да, да. Это основной был соперник. Попробую коротко. Мне кажется, фактор сборной. Пусть в сборной было и много игроков ЦСКА, и был Никитин, но все равно главным был Знарок, большинство было хоккеистов СКА. И, ну, все равно, мне кажется, в голове, да, держался и Кубок Гагарина, и Олимпиада, ну, может быть, где-то, да, уже эмоции просто выплеснули там, победили, потом собрались, ну, практически, да, тем же составом в команде. И, может быть, эмоций не хватило у армейцев, московских, мне кажется, этих эмоций, и желания было чуть побольше. Итак, ЦСКА выиграл серию у СКА со счетом 4-2, и на фоне вот этой вот битвы, которую действительно продемонстрировали в финале западной конференции, эти две команды, поход Акбарса к финалу выглядел такой прогулкой. Не говорю сейчас об отношении к игре, а в том плане, что у команды Белядинова получилось и отдохнуть побольше, и вспомнить и десятиматчевую победную серию, которую они одержали, прежде чем войти в финал. То есть, как это вообще, вот, постоянно-постоянно выигрывать, и, может быть, более подготовленным подойти к главному событию сезона? Я бы сказал так, Акбарс, наверное, самая стабильная команда Востока, это точно, и смотрелась она самой стабильной еще перед началом сезона, самой понятной командой, командой с, пожалуй, самыми сильными исполнителями. Понятной, это сейчас объясни нам, пожалуйста, что значит понятной. Самой понятной? Ну, к примеру, Белядинов остался, костяк команды остался. Возьмем, да, к примеру, Салават, поменялся главный тренер, уже немного непонятно, чего ждать, да? От авангарда, ну, от авангарда, вот, в принципе, да, так уже сезон в сезон что-то вот не лается. У Магнитки по ходу сезона поменялся тренер, тоже стало немножко вот как-то так. Ну, вот я для сравнения, да, сказал, что у Акбарса было понятнее, что команда ожидает. И вот как раз-таки, да, с Магниткой они оступились один раз, а потом у них начался такой длительный период, когда они не позволяли своему сопернику, и уж потом трактору в том числе, что-либо брать. Вот такая подготовка, Владимир Анатольевич, это системная подготовка Белядинова, потому что человек действительно в который раз доказывает, что он способен и будет решать самые высокие задачи, просто ему нужно, может быть, какое-то дать время. То есть это не команда на один год, это команда, которая строится постепенно и дает потом результат, наивысший результат. Ну, я могу сказать, во-первых, Акбарс немножко изменил стиль игровой. Они приобрели, пригласили в команду хороших, ярких легионеров, которые прошли НХЛ-овскую школу. Они были свои ребята еще с прошлого сезона, правильно, сказал, что костяк остался. Марков-Зарипов? Ну, приобретения были достаточно хорошие, опытные, причем приобретение и Марков, и Зарипов. Зарипов – это чистые нападающие, да, а Марков умеют подключаться к атаке, забивать и играть в большинстве. То есть был очень хороший баланс игроков, очень была правильно выработана тактическая схема игры против ЦСКА. ЦСКА надо дать, в общем-то, сказать, что ребята старались. Ну, обычно говорят так, ЦСКА бегал за голами, а Акбарс их рисовал. И, кстати, это не только было видно в серии против ЦСКА, ведь с трактором, да, все достаточно спокойно. Один раз была лишь разница в две шайбы, но и там в пустые ворота была заброшена третья, там в одну шайбу всего лишь разница. И опять-то вот тоже ваши слова, да, одни бегали за голами, другие просто бегали столько, сколько надо. Акбарс выглядел очень, будем так говорить, солидно выглядел. Если иногда смотрелся, например, Акбарс ЦСКА, ты смотришь, ну, ребята, что-то здесь очень молодых много бегает, да. Акбарс такая степенная, спокойная, уверенная в своих действиях. И самое главное, что у Акбарсова работало большинство. А что значит большинство? Два удаления из двух. Ты одно забиваешь, один ноль ты ведешь. Тем более Гарипов стоял там достаточно уверенно. Удачно он сыграл все-таки всю серию ЦСКА и... Это парень 91-го года, он у меня был в молодежной сборной, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. Молодец, он из года в год прибавлял свой воспитанник. Ему доверили, по-моему, в прошлом году уже, чуть ли, до основного вратаря. А в этом году он просто великолепно отстоял. Смотрите, в составе у Акбарса и Клинхаммера, и Азиведа действительно такие находки для Беллидинова, для того стиля, который, как вы говорите, сейчас представляется в казанской команде. Наташа, понимаешь, хороший тренер, грамотный тренер, он берет игроков не потому, что он там здорово играл, в том клубе, а потому, что он соответствует его пониманию игры. То есть они на одной волне. Он берет игрока, и он знает, что он сразу же впишется в его систему, и с ним будет легко работать. Понимаешь, брать просто так игрока, потому что он там здорово себя проявил. Ну, у нас уже были такие моменты, когда ты берешь игрока, например, ну, не буду говорить фамилии, там, из автомобилиста или из Хабаровска. Он там был лучший, а приехал в клуб, и он ничего показать не может, потому что он не может поймать, что от него хотят. Вот я сейчас хочу обратить внимание, это тот самый матч, фрагмент этого матча, где Акбарс прервал свою 10-матчевую успешную серию в этом клубе. За счет чего все-таки ЦСКА удалось вот эту игру зацепить? Просто это была первая московская игра в серии. Он там так, Акбарс-то вел, игру сам диктовал в условии, да, но наступил момент, когда там было две ошибки, такие грубенькие достаточно, вот, и ЦСКА их наказала, и она уже победу эту не упустила, потому что там уже отступать было некуда. Вот, но опять же, еще раз я говорю, Акбарс вел эту игру, и проиграл он ее, будем так говорить, по делу, но в принципе, в принципе, там нельзя было сказать, что матч был провальный. Ну да. Ну и нельзя, да, ну просто, да, когда, где-то все-таки финал, ну, команда примерно равного уровня, да, кто-то ошибется, соперник реализует. Это нормально. И все-таки, есть ли такая черта, когда играет команда Зинатлы Хайдарча Белядинова, что мы не будем видеть много шайб, ну и мы вспомним, как заканчивались, да, большинство встреч, финала против ЦСКА, это такой стабильный счет 2-1, там единственное было вот исключение, когда... Ну, тут серию с трактором, кстати, тоже можно добавить, там тоже 2-1 была знакомая история. Это его почерк, то есть мы не забиваем много, но и не пропускаем. Ну, это не то, чтобы его фирменный почерк, да, но, то есть, он умеет доводить игру до логического конца при минимальном преимуществе. Ну, это есть определенная тактическая схема, есть определенная работа тренировочного процесса, то есть, введя в счете там одну шайбу или две шайбы минимум, он создает условия, когда команда не дает возможность сопернику реализовывать, и даже не то, что реализовывать, а создавать моменты для реализации. Я хотела у вас спросить, Владимир Анатольевич, вот такой вопрос. Конечно, да, ты готовилась к вам. Нет, я всегда готовлюсь к вам, Владимир Анатольевич, не только к вам, вообще готовлюсь к любому эфиру. Батыршин, который играл против ЦСКА в финале, когда была «Магнитка», он-то сейчас в составе казанской команды играл опять-таки против ЦСКА, ему задают вопрос, чем отличается ЦСКА вот того финала от нынешнего? Он сказал, да ничем, они вот как играли, так и играют. Вот что можно сказать по поводу, мы видим фрагменты победного уже матча для Акбарса. Вот во всех трех победах казанского клуба есть что-то одно общее, что позволяло им, собственно говоря, скинуть кубок над головой? Ну, я тебе могу сказать, что ты, видимо, не обратил на ту фразу, ты сказал, что Акбарс поменял. Да, поменял, не обратил, я поэтому говорю, ну что-то все-таки общее осталось. Раньше Акбарс была такая очень интеллигентная команда на площадке, много создавала, мало давала возможности, но у них не хватало той агрессии и той жесткости, которую, в общем-то, хоккей уже сейчас диктует. Если посмотреть вот эту серию, Акбарс в первых минут навязывал хорошую жесткую игру армейцам. Хотя армейцы спокойно держали этот удар, но Акбарс не отходил от этого. Он предлагал жесткий контакт по всей площадке. И, видимо, вот то, что они предложили армейцам, армейцы были не готовы к этому. Они играли в своем ключе, как играли в прошлом. А поменять они уже ничего не могли? Ну, здесь уже, в общем-то, будем так говорить, эта лавочка должна работать. Лавочка и перерыв. Там надо было менять. Ну и в подтверждение слов, ведь Акбарс чуть ли не в каждой игре провел больше силовых приемов, чем ЦСКА. Хотя мы привыкли видеть, что ЦСКА... Мы привыкли, да, что ЦСКА играет гораздо жестче, играет жестким форс-чекингом. Но вот именно вот это, может быть, ЦСКА, они были просто непонятки, как говорят. То есть Акбарс никогда такую игру не демонстрировал. Если посмотреть, например, гладкий календарь, Акбарс не играл в таком ключе. А вот в плей-оффе они предложили вот это вот. И для многих соперников это было не просто неожиданность. Они были не готовы к этой игре. Хитрая команда все-таки. Татары, но что сделать? Да, их национальная, может быть, черта, за что мы их любим. И они напомнили всем болельщикам, что не зря изначально Кубок Гагарина, два года, который подряд выигрывали они в самом начале КХЛ, называли Кубком Татарина. Интересный факт, Артем Владимирович, я хотела бы обратить и ваше мнение узнать на этот счет. Ведь по началу сезона все как-то были увлечены как раз-таки борьбой между ЦСКА и СКА за первое место. Кто, кого там, что. Может быть, немного вот Акбарс был в стороне. И я вспомнила, когда случился уже финал, и победа была, вспомнила тот самый анекдот, когда лось сзади подходит, говорит, добрый день. И вот как раз-таки мне показалось, что Казань... Ну, нечестно, вообще с лосенком сравнила. У нас на чемпионате мира, по-моему, лосенок был, да? Здесь даже в том плане, что как здорово все получилось. Вот насколько вы сейчас честно ожидали, что команда из Казани действительно может быть победителем Кубка Гагарина в этом году? Ну, я вообще-то об этом знал. Я только об этом никому интервью не говорил. Правильно. Я об этом не знал. Я об этом не знал. Нет, я могу сказать, что пресса очень много все время, она муссировала ЦСКА, СКА, СКА, СКА. Очень много муссировало этих моментов. И когда ЦСКА переиграла СКА, то есть там вообще, да, это будет легкая прогулка. Молодецкий там... Я даже один из руководителей лиги сказал, говорит, мы не ожидали, что такое произойдет. Ну, давайте разбирать, если уж на то пошло. Ну, ЦСКА, СКА, у ЦСКА большинства нет, у Акбарса большинство есть. У ЦСКА ровные четыре звена, хорошие ровные четыре звена. У Акбарса неровные четыре звена, но у него два ударных звена с легионерами. Да, приличная вратарская линия. ЦСКА вратарская линия сработала не очень здорово, не знаю, какие факты сработали. Поэтому, в общем-то, в принципе, все логично. Все логично. Война только что рассказала, в принципе, все. Спасибо большое. Это была программа «Великолепная восьмерка». Ее тема – интересные факты 10-го юбилейного сезона континентальной хоккейной лиги. Наталья Кларк, Владимир Плющев, Артем Батрак. Боря с вами. Увидимся на хоккее.